дорогие наши зрители выходные дни это как правило два дня иногда 3-4 то есть речь подошла к тому что надо где-то переночевать эту ночь можно конечно было вернуться домой в москву невелика беда там 100 километров небольшой крюк это как говорится два часа и вы дома ну а еще приятней переночевать где-нибудь сменить обстановку получить удовольствие от новых мест мы очень любим во время путешествий менять наши гостиницы отели и не любим когда приходится там прям 10 дней в одном отеле но это скучно если у тебя есть возможность путешествовать так путешествовать на всю катушку надо мы остановились в отеле недалеко от тарус и буквально два-три километра от города отель меня не уполномачивал называть его не мере давать ему рекламу и так далее поэтому ну давайте договоримся так я не буду его рекламировать именно отель как административную да как быть там юридическую единицу но с удовольствием дам рекламу отелю как красивой территории как потрясающе интересному месту как кусочку природы тарусы и в конце концов этот отель делали люди они приложили свои усилия и не надо и не надо об этом забывать и надо отдать им должное о как меня болтает а смотрите день тяжелый был я представил что я на корабле который в шторм вот наш номер это один из самых простых номеров в этом отеле отель с точки с нашей точки зрения довольно таки дорогой ну для россии номер на двоих в сутки с питанием стоит примерно примерно 100 евро в районе таруса можно найти много отелей с ценой более низкой но в данной ситуации не мы выбирали ничего тут такого никакой страшной тайны не открою это подарок был наших детей которые захотели чтобы именно в этом отеле мы отдохнули ну а подарку как говорится дареному коню зубы не проверяют да вроде не смотрят вечером когда солнышко зашло и когда мы полный сил впечатление от этого дня придались тихому такому знаете у русскому удовольствию купили пиво кстати в тарусе сделали небольшой пивной заводик там и купили пиво взяли рыбку и на балконе насладились разговорами и воспоминаниями о дне прошедшем ну что наши дорогие зрители отправляемся прогулку по нашим отелям территорию отеля огромная красивая зеленая с холмами с оврагами с ручейками с извилистыми дорожками с вековыми соснами дубами липами судя по постройкам я понял что здесь раньше на этой территории было или какой-то ведомственный там профсоюзный дом отдыха или скорее всего наверное пионерский лагерь и постройки здесь такие довольно-таки пестрые есть абсолютно современные такие как в швейцарии в австрии до красивые дома есть такие немножко неуклюжные слегка переделаны чувствуется видно на нас советских времен еще но не суть важно потому что в принципе общее мнение как видите вот посмотрите на меня дурачка вот общее мнение очень очень хорошего чем приятно вот всякие есть бани эти кедровая баня честно скажем мы не попробовали очень хотелось но цена кусалась и мы решили что но оставим до лучших времен мало ли может быть отель пригласить нас гости потому что я думаю что за такой чудесный фильм который я делаю можно не только на баню организовать но и даже на батуте попрыгать а вот и алла кошка тут же начала скакать вот как вы думали думаете что я что я думаю когда я смотрю на алу кошку вот такой вот дурочку с переулочка ну во первых я думаю что как жалко что я вешу 120 килограмм потому что я тоже хотел там попрыгать а мне сказали что там по моему до 60 только или до 70 килограмм поэтому я на нее смотрел конечно же завидовал ну вот алла кошка уже представила что на высоко в горах где натянут канат между эльбрусом и верестом и она там это самое проходит на вершине много одуванчик как всяких ромашек и прочих прочих цветов что мне понравилось что вот эти вот одуванчики никто не состриг газонной косилкой знаете иногда бывает какая-то мания вот увидят эти одуванчики быстрее значит работника с газонокосилкой и нету одуванчиком господи такая прелесть это такое детство я вспоминаю с этими одуванчиками это так мило здесь такой пруд ресторан вот алла там бегает руками машет ручеек течет то есть это не искусственный ручеек то есть вот что интересно да ну что такое искусственный ручеек то есть стоит насос и как говорится снизу перекачивает наверх оттуда ручеек течет вниз и так далее круглоборот нет это настоящие ручейки природные которые бегут вниз туда с горы и там протекает река река по-моему таруса называется река таруса мы кстати мы скоро туда пойдем на эту речку да и я вам ее покажу она оказалась такой чудесной и для меня абсолютно была неожиданность что вот здесь средней полосе ну просто можно сказать настоящая горная речка это май месяц все цветет листочки настолько зеленые настолько сочные да вот видите река тарус вот по этой дорожке мы скоро спустимся вниз с оврага и и увидим какая чудо чудная река как будто мы где-то на горах алтая находимся есть открытый бассейн ну было еще холодно никто конечно не купался но летом сейчас в такое время года как я монтирую этот фильм я думаю вполне уже можно да я даже вот в мае хотел искупаться но просто мне показалось что люди будут пальцем виска крутить но на солнышке было уже там градуса 22 23 в общем то вполне вполне можно купаться и вообще вспоминаю свои молодые годы сколько раз я купался в водоемах озерах когда просто руками раздвигаешь лед вот эту вот ледяную крошку и меряешь было дело было да где мои 17 лет красота красота вот мы прогуливаясь по территории нашли еще один ручей здесь мы так поняли будет наверное ресторан наш когда мы здесь были наше время здесь ничего не было ну заглянув в окна мы поняли что там строят или там ремонтирует может быть капитальный ремонт кого-то ресторана недалеко еще один был ресторан который нас сразу пригласили мол заходите заглянули на там никого не было вообще это был такой конечно не сезон время я думаю что летом здесь не продохнуть даже уверен что скорее всего москвичи ближайшую подмосковье давно разведали узнали про этот отель и приезжает сюда на большой срок очень много всяких мостиков чувствуется что все сделано с большой любовью здесь вот находится бассейн открытый и закрытый под крышей мы с вами туда обязательно сходим и расскажу я об этом спортивном комплексе о спасалоне а лакошка с удовольствием ловила солнце и не только солнце вот какой-то кошечку поймала вот смотреть как она ее теребит вот так же меня она мучает она не спрашивает хорошо тебе плохо поймала зажала и давай чесать тебя за ухом погода неоднократно менялась то был ветер вы видели черные тучи то вот так вот как сейчас просто яркое яркое солнце и голубое небо и мы решили отправиться вниз с этого бугорка на котором располагается или не на не назовешь же что это гора правильно как это сказать холм с этого холма вниз шла дорожка и стоял указатель река таруса и нам было очень любопытно что это за речка такая и мы отправляемся вместе с вами мои дорогие зрители посмотреть на эту речушку что здорово что дорожку не за асфальтировали не уложили плиткой а сделали максимально близкой скажем так для природы там посыпали песочком посыпали какой-то стружкой деревянной и даже сделали типа бордюров из дерева но я думаю это точно лишнее потому что это дерево конечно год-два и она пропадает к сожалению жалко человеческий труд а вот посыпать песочком гравием дорожку это здорово кстати в европе большинство дорожек сделано именно таким способом не асфальт не плитка не бетон и вот речка таруса посмотрите у нее такое было мощное течение ну возможно что это потому что весна май месяц может быть летом она затихает и превращается в ручеек но сейчас выглядела как горная река здесь вполне можно было на байдарке сделать сплав и эта речка потом идет в реку аку где мы с вами уже плавали женщина о чем-то своем говорили у них всегда есть какая-то тема для разговора смотрите какой лес напоминает практически сказку а в сказке что должно быть ал русалка на ветвях сидит а что там дальше в сказке и код ученый все ходит по цепи кругом по цепи кругом то есть понимаете в сказке вот так он а тут у нас одна русалочка висит на ветвях а нет а вот и код а вот и код ну цепь просто не видно но код есть самый настоящий шикарные деревья не знаю как они называются вётлы и что это да ну просто потрясающе здесь можно снимать без всяких как говорится этих самых прибамбасов снимать просто сказочные фильмы возвращаемся обратно от речки таруса идем в сторону нашего отеля здесь есть лавочки на которых можно посидеть подумать отдохнуть алла кошка тут помог целый час один раз просидела вы пошли все спать да отдыхать а я решилась а мы тебя потом искали собаки милиция на лавочке нам с погодой здесь так повезло на лавочке уснула и все сколько здесь всяких дорожек мостиков как будто это не отеля и не знаю что это такое как будто целый город просто а деревья посмотрите какие шикарные этим деревьям чувствуется по 200 по 300 вот такой пенечек романтический можете приехать сюда например с девушкой или женой с бутылочкой шампанского сделать заранее бутербродики с черной красной икрой здесь есть пруд тут абсолютно случайно шли-шли нашли большой пруд в котором водится рыба ну по крайней мере стояла табличка что здесь рыба разводится вот такое есть мангаловое царство да как там сказать я так понимаю на какую-то денежку плачешь берешь прокат вот это вот мангаловое хозяйство с углем и так далее и можно компании отпраздновать день рождения человек 20 молодежь так и делала вечером а вот такие домики это самый я так понимаю дорогой район но это сумасшедшая алла как всегда она как увидит поляну увидит бугорок и исполняет свои детские мечтания бежать с бугра куда не к речке к речке я всегда мечтала да у нас тут речка это есть тарус у нас есть пруд с рыбой у нас есть вот такие домики я так понимаю что в этих домиках можно домик можно снять целиком по всей видимости наверно половину этого дома и компанией человек там 5 7 10 поселиться в таком домике цены ой какие красивые рыбки это называется японские карпы японские карпы вот если есть японский карп значит должен быть и японский сад я так понимаю да мы начали принюхиваться подумали а вдруг а вот кстати тут сыр тут одна женщина очень приятная сама выращивает сыр делается ухаживать за козочками а вот японский сад правда настоящий посмотрите карпы привели нас взяли нас за ручки и отвели нас японский сад чувствуется что здесь еще много много работы впереди но главное что видно что люди которые работают в этом отеле люди с душой люди желают украсить эту землю сделать красиво и хоть и земля у нас русская сад японский присутствует интересно если в японии русский сад даже вот любопытно да я думаю есть наверное березки точно кстати надо проверить надо проверить в интернете надо посмотреть какая птичка чудесно я не договорился что стоимость этих домов я не знаю но вполне можно узнать в интернете все есть красивый красивый сад ну что идем дальше мы нагулялись за день вы видели сколько мы успели посмотреть на и поездили на моторных лодках погаях ходили погуляли конечно же мы что проголодались проголодались да а в этом отеле прекрасная кухня можно покушать и утром и днем и вечером и шведский стол и он по нашему мнению сказал мне кажется ничуть не хуже да чем там турцию в испании таких странах которые славятся своими шведскими столами мы чуть не подавились когда вдруг раздался грохот барабанов и выскочили какие-то молодые ребята и давай барабанить барабаны честно говоря мы даже не поняли что произошло вот но по всей видимости руководство отеля пыталась нас развеселить развеселить да им это удалось мы попили пивка и после пивка уже барабаны звучат как скрипка вот мы ой как молния сверкнула видела дошел дождь ливень мы подошли к бассейну заглянули в окно вот он бассейн завтра дорогие наши зрители завтра не не торопитесь мы пойдем с утречка в бассейн и мы вам покажем как кота карусель покажем кота карусель ну кота карусель обязательно у нас даже была уже сухопутная кота карусель а уж в воде всегда кота карусель у нас будет прекрасный вечер замечательный отель ну что пошли спать алё поспел и вот рано утром мы вскочили дружной командой рванули из нашего номера куда куда в бассейн бассейн ну алла кошка это просто маньячка бассейновая и вообще водяная маньячка да то есть ты скорее всего водяная кошка она как как увидит воду и все 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 я только за ноги успеваю надо схватить чтобы это самое она уже булькается там в этой воде я тоже люблю очень купаться но я конечно люблю море бассейны и не очень люблю но они замечательно народу было мало потому что рано утром мы первые сюда мы всегда прибегали первые вот и это прямо при приема вообще никого нету мы два раза два раза приходили хорошая чистенькая водичка ну конечно хочется бассейн 50 метров а еще лучше бассейн 100 метров но еще лучше бассейн 200 метров морской водой все хорошо замечательно там вот чуть дальше если посмотрите вперед там есть всякие сауны три вида но сейчас мы туда придем еще но вот я ныряю алла забыла мне дать мои очки я чуть свои очки не потерял вот мы построили построились и строим поплыли а вот катарусель знаменитая катарусель который внесена в книгу рекордов гиннеса и по-моему юнеско да она уже занесена а что не ну надо быть мечтать не вредно да надо срочно запатентовать это кто-то запатентует потом нам предъявить чью-то чужую катарусель делаем но это лично наши дорогие наши зрители если что подтвердите это мы 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 изобрели катарусель в общем все замечательно надо пойти погреться что там это уже в воде я все рвался на улицу покупаться тут где тут говорят есть подземный ход ныряешь и прямо из бассейна попадаешь на улицу но алла кошки меня удержала говорит простынешь а мне тебя потом лечит а тут есть маленькая джакузька ванна да есть с пузырчиками да есть такие водопадики небольшие а вот мы в сауне есть сауна финская есть сауна турецкая на горячих камнях а еще что не помнишь салена соленая сейчас мы сидим как раз дышим соли да это стены все покрыты солью то есть берете огурцы помидоры да и спокойненько можете отдыхать тут рыбки я долго на них смотрел я подумал что они не настоящие они пластмассово они прям ненаковали как ненастоящий здесь есть такой фитнес-кафе там всякие чай и настои травяные настои ну люди которые часто ходят в бассейны в отличие от меня все знают это кресло на котором можно делать массаж делать не делать а получать массаж да мы же не массажисты а это спортивный центр гири тягать железяки и тому подобное я не большой в этом деле специалист но я думаю вы оцените что все тут замечательно и так отличный отель замечательный подарок от наших детей большое им спасибо хорошее начало раз 12 год мы готовы принимать такой подарок ура